АПЛОДИСМЕНТЫ Как? По недоразумению. Я сразу сказал, что меня надо отпустить. А они два часа сидите, ждите следователя. Сидите, ждите следователя. Объяснял, объяснял. Все, как об стену горох. Не хотят даже слушать. Говорят, сидите, ждите, сидите, ждите. При каких обстоятельствах вас взяли, помните? Помню. Не при каких. Ну, я, как все нормальные люди, пришел в районную управу, дать взятку. Ну, чтобы мне разрешили поставить гараж в скверике возле дома. Главное, никого не трогал, не шумел, не буянил, матом не ругался. Минуточку, минуточку. Вы только что сказали, что вы пришли дать взятку. Я правильно понял? Да, правильно, совершенно верно. Я вошел в кабинет. Николай Петрович сказал, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, принесли. Я дал ему деньги. Он убрал их в стол. Тут врываются какие-то люди. Хватают за руки. За что? Ну, я ведь не буянил, не ругался матом, не курил. Зеркала не бил. Женщинам не приставал. За что? Не понятно. Так, подождите, давайте по порядку. Вам нужен гараж, так? Так. И чтобы его получить, вы решили дать взятку, если я вас правильно понимаю, так? Так. Ну? Что? Что? Что, что? А что, ну? Что, непонятно? Нет. Вы решили дать взятку, так? Так. Ну? Что? Зачем вы взятку-то давали? Ну, я же вам говорю, чтобы мне разрешили поставить гараж в скверике возле дома. Ну, у нас все давали. Вы, вы либо святой, либо... Да, я не святой. Я вижу. Да нет, ну, действительно, у нас все давали. Да, поконкретнее можно? Да. Давайте. И Иван Васильевич с двенадцатого этажа, и Осипов Володя из седьмого подъезда тоже давал, и Антонина Петровна... А вот подождите, вам не кажется, что вы сейчас вот так вот огульно просто вот берете людей, оговариваете? Кого? Да они мне сами сказали, кому и сколько давать. Я понятия не имел. А то ведь, знаете как, придешь вот так вот, дашь меньше, чем нужно, и человека хорошего обидишь, и сам ничего не получишь. А то мне вообще тут случай рассказывают. Один мужчина пришел, там другой сидит. Он ему пятьсот долларов сунул, тот говорит, подождите в коридоре минутку. Через пару минут выходит, говорит, еще пять минут, и ушел. Ну, и что? И все. Оказывается, он сам посетитель был. Ну, не стыда, не совести у людей. Где живем? Слушай, ты интересный человек, прям какой-то борец за нравственность. У меня даже какая-то к вам симпатия, что ли, появилась. А это правильно, потому что я никого не трогал, не шумел, не ругался матом, не курил. Я вообще не курю. Понимаете, я же не адвокат ваш. Я следователь. Со следователями не надо так уж откровенно. Если все будут откровенны со следователями, полстраны в тюрьме окажется. Слушайте внимательно. Какие-то случайные люди, случайные, вас научили. Сказали, что нужно дать взятку. Так? Вы их не знаете. Не знаю. Вот. Это какие-то случайные люди. Вы в первый раз их видите. Кто такие, вам неизвестно. Да? Неизвестно. Иван Васильевич с 12 этажа. Иосифов Володя из 7 подъезда. Да забудьте вы о них. Сами вы ни за что бы не дали взятку. Так? Так. Так. Ни за что бы не дали. Нет, ни за что бы не дал. Вот так и записываю. Ни за что не дал бы. Сам не дал бы. Ну, ты не дашь. И тебе не дадут. Слушайте, ну есть же достойные люди. Академики всевозможные. Там, я не знаю, космонавты, понимаете. Профессора. И у них у всех есть гаражи. Но это не значит, что все они обязательно дают. Иначе не дадут гараж. Вы знаете, что дача взятки это уголовное преступление. Которое преследуется по закону. Вы совершили преступление, понимаете? Я? Какое? Вы взятку дали. Ну, да, правильно. Я же вам говорю, мне нужен гараж. Без взятки не дает разрешение. По закону нельзя. А со взяткой можно. Может, все дают, но не все попадаются. Слушайте внимательно. Кто попался... Кто попался, говорит... Сам не знаю, как это получилось. Черт попал. Хорошо. Не знают, как это получилось. Раскаиваются. 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 Вот. Понятно? Это понятно? Понятно. Вы раскаиваетесь? Раскаиваю. Ну, слава тебе, Господи, наконец-то. Я уж подумал, что с ума сошел. Нет, я раскаиваю. Вот. Не знаете, как это получилось? Не знаю. Молодец. Ума не приложу, как это получилось? Ума не приложу, как это получилось? Вот. Молодец. Я когда входил в кабинет, никого в коридоре не было. Николай Петрович только деньги забрал. Вдруг налетели. Откуда они взялись? Я не понимаю. Ума не приложу. Раскаиваются. СМЕХ Правильно? Да. Видимо, каждому свое. Вот это постановление о невыезде. Подпишите здесь, что ознакомились. Можете идти. Ага. До суда. Домой? Куда хотите. Ой, а то спасибо большое. А то два часа сидите, ждите, сидите, ждите. Угу. Что? Гараж я могу ставить? СМЕХ Ну, если у вас есть разрешение, то можете. Разрешение Николай Петрович не успел выписать. Ну, значит, не можете. А деньги взял. Так, значит, не надо было давать. Да как не давать? Я же вам говорю, без взятки гараж не разрешают поставить. Это вам и Осипов Володя подтвердит, и Иван Васильевич с 12 этажа, и Антонина Петровна тоже. О, Боже мой. Куда же вы? Ну, что же это такое? Ну, вот объясняешь, объясняешь. Ну, прям бестолочь на бестолочь. Спасибо.